Всем привет! Это снова я, меня зовут Юля, вы на моем гастро-канале «Сладкий персик». Там за кадром сидит Женя, который прошлый выпуск новостей записал прекрасно без меня. Вы же видели, да? Мне кажется, получилось просто потрясающе. Я была на обучении и не смогла принять участие в записи новостей, поэтому он прекрасно справился без меня. И теперь я выпускник мастерской новых медиа, и вот у меня здесь даже есть сертификат. Обучение было просто невероятное, я искренне желаю всем медищикам когда-нибудь туда попасть. А в прошлое воскресенье новости у нас не вышли, потому что мы с Женей внезапно оказались в Астрахани. Город, кстати, нам очень понравился, и материалы вы можете найти у нас в блогах. Мы и видочки снимали, и статьи писали. Там много чего интересного, обязательно посмотрите. А мы переходим к новостям. Магазины в России могут начать бесплатно раздавать продукты. Понятное дело, что в магазинах не всегда все продукты реализовываются, и часть продуктов все равно остается на полках. И сейчас получается так, что магазин эти продукты просто уничтожает, чтобы не платить на них налоги. В Госдуме подумали, что это нелогично, а это и правда нелогично, и придумали законопроект, который позволит бизнесу эти продукты не выкидывать, а раздавать людям бесплатно. Это будет выгодно и бизнесу, потому что на уничтожение продуктов он все равно тратит деньги, и будет выгодно людям, которые смогут получить еду и продукты бесплатно. Особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации по тем или иным причинам. И здесь важно, речь идет именно о продуктах, срок годности которых подходит к концу, а не о просрочке. Щелкови сделали самый большой ролл в России. Произошло все это 24 июня в парке Щелками. Ролл весил 302 килограмма. На его приготовление ушло 174 килограмма риса, 44 килограмма снежного краба в соусе, 40 килограмм сливочного сыра, 30 килограмм огурцов и 12 килограмм лосося холодного копчения. И около 2 килограмм водорослей нори. Просто для сравнения взрослый лев весит 190 килограмм, а наш ролл 302. Это очень много. Сделал гигантский ролл шеф-повар Никита Андреев. И потом его бесплатно раздали всем участникам мероприятия. СМИ сообщили, что на Олимпиаде 2024 в Париже введут полный запрет на алкоголь. Это очень интересная новость, потому что во Франции есть закон, который регулирует правила рекламы алкоголя и запрещает использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий. Ну, нормальная история. Но почему-то закон сделал исключение для ВИП-билетов на Олимпиаде, потому что там гостей будут угощать шампанским. Двойные стандарты получаются. В Калининграде проходят пивные экскурсии. В тот случай, когда меня тоже заинтересовало пиво, хотя я его вообще-то не пью и не люблю. Но в Калининграде же несколько пивоваренных заводов, и на самом деле было бы странно, если бы там ничего подобного не придумали. Что? Ну скажи, что я не буду. Надо срочно бежать покупать билеты. Поехали, да. Поехали в Калининград. В поликлиниках России начнут работу кабинеты медико-психологической помощи. 1 июля, то есть уже начали, и теперь к психологу можно пойти бесплатно по полису ОМС в свою поликлинику по месту жительства или ту поликлинику, в которой вы прикреплены. Этот кабинет будет по большей части диагностический. То есть вы туда придете, вас обследуют, выявят проблему и отправят уже к нужному специалисту, ну, например, к неврологу или психотерапевту, ну и так далее. Получается, что это такое своеобразное знакомство населения с психологами. Ну, потому что терапевтов, например, мы все знаем с детства, а психологов воспринимаем как каких-то шалотанов. И порой люди идут к гадалке, хотя им нужно пойти к психологу. Это просто удивительно. И я, кстати, сама хожу к психологу, вообще считаю, что своим психическим здоровьем нужно тоже заниматься, так же, как и здоровьем обычным. Это очень важно. Например, если у вас есть РПП. РПП – это расстройство пищевого поведения и любые какие-то нездоровые отношения с едой. Ну, например, вы постоянно худеете, постоянно сидите на диетах или, например, постоянно переедаете. И вы не можете с этими проблемами справиться, то вам точно нужно обратиться к специалисту. Тем более, что сейчас все это можно будет сделать бесплатно. На фреске в Помпеях нашли изображение древней пиццы. Помпея была разрушена издражением вулкана в 79 году нашей эры. Это очень давно. Город уничтожен, его накрыло пеплом. И до сих пор люди в этом пепле ведут раскопки и что-то интересное находят. И вот недавно нашли картину, на которой было нарисовано серебряное блюдо с плоской лепешкой и лежащими на ней свежими и сушеными фруктами, включая гранат и финики. Рядом стоит кубок с красным вино. А еще в этом же доме нашли пекарню. Возможно, это была настоящая пиццерия в 79 году нашей эры. В Госдуме предложили наказывать за пальмовое масло в продуктах. Здесь пока ничего не понятно, но очень интересно. Использовать пальмовое масло в продуктах и писать, что его там нет, однозначно нельзя. Это обман покупателей и за это точно нужно наказывать. Но о вреде и пользе пальмового масла до сих пор идут споры. Здесь не все так однозначно. Ученый раскритиковал предложение Госдумы запретить полезный продукт питания. Речь идет про пальмовое масло, которое было в предыдущей новости. Ученый Олег Медведев, а он, на секундочку, зав. кафедры фармакологии МГУ и научный руководитель ОНО «Здоровое питание», считает, что пальмовое масло зря хейтит. В статье приведена большая доказательная база, если интересно, можете почитать. Его цитата. Современные научные данные не подтверждают мифы о вреде этого продукта. По сути, это такое же растительное масло, как и подсолнечное, оливковое или, например, кокосовое. У каждого из этих масел свой уникальный состав, полезные свойства, ну и вредные тоже. Но почему-то мы с вами в ужас от кокосового масла не приходим, а пальмового боимся как огня. Но, отмечу, что подменять молочный жир пальмовым, как, например, часто делают производители мороженого, конечно, нельзя, потому что врать плохо. Гастрономический гений придумал, как улучшить конфетки с Китлз. Но это просто видосик из сети, где парень решил запечь с Китлз в духовке. Боюсь даже представить, что там получилось, но попробовать интересно. Ну и вопрос, а он точно гений? Гастрономический гений. В твиттере отыскали идеальные свечи на свадебный торт. Мне кажется, классная идея. Собачки же вечно шкодят, ну, как и все животные. Могут даже тортик поесть. Я помню, как мне подписчица написала под одним из рецептов, что она делала куличи, смазала их глазурью, оставила на столе, а потом на стол залез кот и слезал все верхушки с куличей. Это реальный случай. И поэтому идея со свечками, мне кажется, очень смешная, милая и креативная. Я бы купила. В России пройдет первый летний фестиваль завтраков «Брекфаст-2023». Он уже идет, кстати. С 1 по 31 июля во всей нашей прекрасной стране проходит фестиваль завтраков «Брекфаст». В фестивале участвуют 300 ресторанов и 11 городов. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сочи, Уфа и Ярославль. Мы уже успели продегустировать спецменю в нескольких ресторанах. У нас в России вообще ресторанная культура активно развивается, и сами рестораны тоже очень хорошие. И сервис, и продукты, и сочетание блюд. Тут просто все прекрасно. И поэтому там часто придумывают всякие разные мероприятия, чтобы не просто сходить и вкусно поесть, а чтобы узнать новые виды завтраков, например, как сейчас. Это очень классно. Вот такие у нас новости на сегодня. Увидимся с вами в следующее воскресенье. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok